Доброе утро приносит добрый день! А этот день обещает быть не только добрым, но и необычайно вкусным, потому что в эфире телеканала «Три Плюс» кулинарное шоу «Утро со вкусом» и я его ведущая Влада Столичная. Мало кто из прибалтийских артистов предъявит такое количество достижений на интернациональном уровне, как наши сегодняшние гости. Будучи флагманом прогрессивного звучания, она снискала славу выдающегося артиста, который всегда делает музыку завтрашнего дня. Уверена, ее кулинарный талант также не оставит нас с вами равнодушными. Сегодня нам понадобятся цукини, пармезан и грецкие орехи. Готовьте свои записные книжки для двух новых рецептов. Сегодня в программе два фантастически вкусных рецепта от яркой звезды латвийского шоу-бизнеса. Вы научитесь сделать ее любимый суп-пюре и визитную карточку каждого праздничного стола в ее исполнении. Встречайте, друзья, женщина, которая поет. Яна Киевна сегодня в гостях. Доброе утро. Спасибо, что нашла время, пришла к нам, принесла с собой, видимо, два супер-рецепта, потому что то, что находится сегодня на нашем столе, мне очень нравится, все без исключения. Раскроем секрет давай, что ты будешь готовить? Сегодня будем готовить два блюда. Первое блюдо называется крем-суп или попросту суп-пюре из цукини. И второе блюдо, витиеватое название, торт праздничный. Торт праздничный. Да. Но я уже наслушана об этом праздничном тортике, поэтому жду с нетерпением и думаю, с него и начнем. Но прежде давай по традиции наденем фартуки. Одеваем. С чего начнем? Ну давай начнем со сложного, да, начнем с торта. Нам нужно замесить тесто. Нам нужно полпачки масла. Значит, вот, ой, масло холодное. Дорогие телезрители, масло должно быть теплое, да, такое. Наверное, нам его нужно будет чуть-чуть... Подогреть? Подогреть, да, чтобы оно... В водяной бане? Да, чтобы оно чуть-чуть, так сказать, растаяло, расплавилось. Нужно взять 4 яйца и отделить желтки от белков. Я делаю его раз в год по большим великим праздникам. И все хвалят. И почию своих друзей, знакомых, все хвалят, все просят еще. Рецептом делишься обычно? Конечно, делюсь. Да мне не жалко. Вытаскиваю, наверное, да? Пачка сдалась. Ой. Так, значит, половина пачки масла. Половина пачки масла, сахар и 4 желтка. А любимое блюдо у тебя какое? Вообще, я очень люблю фрукты. Вот из фруктов я люблю арбуз, эту волшебную ягоду. Потому что арбуз-то ягодой считается, да? Я люблю итальянскую кухню, люблю пасту. Ну вот, дорогие друзья, масло у нас дошло до нужной кондиции. Без сахара причем? Пока что да, без сахара. Вот, смотрите, с легким движением руки мы сюда раз добавляем яичные желтки. А кто тебя учил готовить, Ян? Ты знаешь, как-то никто особенно меня не учил. Я смотрела, как бабушка готовит, да? Бабушка, бабушке лучше на свете кулинара, да? Бабушка прекрасно готовила. Вот. Мама моя готовит неплохо, но, похоже, я пошла в нее. То есть она готовила неплохо, но редко. И не любила этот процесс. Внимание, добавляем сюда сахар. Сразу все высыпаем. Да, сразу все высыпаем. Понимаешь, как пахнет? Да. Вкуснятина, да? Очень вкусно, сладенько. Ты сладкоежка вообще? Я сладкоежка, да. Ну, сама, понимаешь, фигуру держать надо. Вот я хотела спросить, как ты борешься? Я с Добу обожаю. Я обожаю нашу выпечку. Всякие булочки, всякие пирожные. А потом, сколько часов в день надо потратить в тренажерном зале для того, чтобы... Три раза в неделю. Ребята, как часы? Регулярно. Я посещаю. Привет моему тренеру. Что ты еще плаваешь? Я не знаю, велосипед. Летом велосипед и плавание. Ну вот мои навыки плавания очень пригодились мне. Вот мы в сентябре снимали видеоклип на одну из моих песен. И как раз вот режиссеру пришла в голову вот такая сумасшедшая идея, что меня нужно снять под водой. Не над водой, а под водой. Вообще я где-то могу... Ну, почти 25-метровый бассейн я проплываю под водой. Да, почти до конца. Снимаешь шляпу. Вот в море, в частности вот на Адриатике, нырять было настолько сложно, потому что вода соленая, она тебя просто выталкивает. Вот, невозможно погрузиться. Теперь потихонечку, не спеша, мы добавляем... Вот, держи. Мы добавляем муку. Тесто становится таким более густым. Нам нужно испечь три коржа. Три коржа, которые мы потом будем промазывать обалденно вкусным кремом. Вообще, честно говоря, вот этот торт, да, лучше делать, скажем, перед праздником каким-то или перед каким-то событием, сделать вечером и поставить на ночь в холодильник. Есть будем втроем сегодня. К тебе придет гость. Мужчина-женщина? Вот как ты думаешь, не знаю. О, боже. Я даже не знаю. Ну, человек, во-первых, тебе знаком раз. Ну, собственно, в отношении у вас хорошие, приятные, я не знаю, насколько там мега дружеские или мало дружеские, но дружеские. Ну, то есть вы приятельствуете как минимум. Много ли у тебя друзей? Начнем с этого. Немного у меня друзей. Ну, так, кто вхож, так сказать, в близких круг, да, их немного. Может быть, там, не знаю, человек, ну, пять максимум. Нам нужно пол чайной ложки соды погасить уксусом, да. Так, ты вмешиваешь соду. Что-то у нас как-то тесто такое... Ой, наверное, много муки я добавила. Ну, ничего, мы его сейчас... Ну, ты хотела тугую тесто, Яна. Расколбасим. Пощущу уверенную по моему хотенью. Мы его сейчас расколбасим, это тесто. За разговорами, за разговорами, друзья, мы совершенно забыли о том, что в тесто-то надо было еще сметану добавить. Маленькую ложечку сметанки, ну, я думаю, очередность, очередность. Ну, в идеале все равно, наверное, в самом начале добавляться. Да, когда все в самом начале, да. Не повторяйте наших подвигов у себя на пахнике. Так, вот так вот, так вот, так вот, чтобы все стало мягко. Подробные и более точные рецепты вас ожидают, друзья, в журнале Стелла. Не забывайте об этом. И уже на следующей неделе, в среду, выйдет журнал с подробным описанием, с подробным рецептом, с фотографиями, так что ничего не перепутаете. Так, ну, вот сметану мы вмешиваем. Ну вот, да, вот оно становится уже таким совсем уже липким, да. Каким и должно быть. Коржи испекаются быстро, от 5 до 8 минут примерно, да. Ну, то есть там надо смотреть, как он зарумянится, да. Вот, и, в принципе, он готов, потому что они тонкие, звонкие и прозрачные. Тут горячая такая водяная баня. Водяная баня. Это очень здорово. В водяную баню, пока мы замешиваем наше тесто, раскатываем коржи и испекаем их, мы уже начинаем приготовление крема. Крем у нас будет из чернослива, грецких орехов, сметанки, сахара. Так, а водяная баня? А водяная баня нам нужна для чернослива. Он должен стать мягким, да. То есть я его должна тогда? Да, его нужно чуть-чуть распарить. Чернослив без косточек, и сколько его в общей сложности? 500 грамм. 500 граммов. Добавлю туда немножко воды Венден, чтобы банька была поинтенсивнее, потому что воды первоначально я наливала не очень много. Напоминаю про нашу шикарную пароварочку от компании «Тормантино», которая действует по старинке, без всяких ненужных кнопочек зачастую или ломающихся. У нее потрясающая, я не знаю, многовековая гарантия, отличное качество и, естественно, функциональность. Так что берите на заметку. Ну вот, тесто готово, да? Нам нужно его разделить на три равных части. На три части. Доравняли. Вот нам надо сделать таких три шарика. И раскатать. Да, и сейчас мы их раскатаем на нашей формочке. Это как долго его томить, посмотри, что происходит. Ну так, чтобы он мягеньким стал, по идее, в общем-то, недолго. Можно, может быть... Ну как он там? Ой, зарядный. Можно снимать. Можно снимать? Да, да. Можно снимать. Вот, наш корж почти уже такой. Вот надо, чтобы он только... Самое главное, чтобы он... Но он должен покрыть всю поверхность, правильно? Да, 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 чтобы он не рассыпался. Просто раскрывай. Так. И вкладывай туда. Да. Поднимай. Ручками. Так. Вот. И застегивай на кнопочки. Все понятно. Ну, посмотри, какая красота. Какая чудесная штучка силиконовая. Штука просто... Главное, легкая. Удобно. 21 век. 21. На 200 градусов закрываем и ждем от 5 до 8 минут. Засекаем время. Засекаем время. Так. Пока печется коржик, мы занимаемся другими делами. Занимаемся кремом. Очень просто. Легким движением руки. Чернослив. Сюда насыпается чернослив. И одновременно сюда высыпаются грецкие орехи. Скажем. А грецких орехов у нас сколько? 200 грамм. У нас первый корж готов. Так вот это выглядит. А-а-а, горячо. А там у нас осталось что? Почему там кипит? Что мы там делаем? Ну, мы уже начинаем приготовление для... Я что-то пропустила. Для второго блюда. Это для нашего супчика пюре. Да. Закипела водичка. Воды немного. Это нам нужно для того, чтобы сделать легкий такой диетический куриный бульончик. И мы вот туда опускаем одно куриное филе. И пускай оно там с божьей помощью варится. Так. А я уже как раз довела до ума. Надеюсь, до нужной кондиции тебе я. Идеально, Влада. Вот. Ты поваренок номер один. Я прирожденный. Теперь нам потребуется миксер, в котором мы смешаем 500 грамм сметаны, полстаканчика с сахаром. Как я предупреждала, кремик такой, так сказать, с калориями будет. Где-то 30 я уже нарисовала. За год. Такая плодовитая, Яна. Давай-давай. Не бойся. Да. Ну, практически, я так понимаю, Яна, да, уже все наполовину готово. Да, мы взбили сметану, мы взбили масло. 500 граммов. Пачку. Пачку оставшееся. Оставшееся, да. Мы взбили фактически стакан сахара. Чуть меньше. Туда ушел. Теперь мы добавляем в эту массу. Чернослив с орехами, чтобы все было однородно и тоже перемешиваем. Еще добавляю, Яна, или сразу все можно? Нет, все сразу добавляю, да, и размешиваю. Хорошо. А ты параллельно, я уже вижу, чистишь цукини, да? Да, я параллельно уже делаю приготовление к нашему супу. Это уже не первое приготовление. Напомню, у нас отваривается куриное филе. Одна штучка. Да, чтобы был такой диетический нежирный бульончик. Мы начинаем приготовление нашего крем-супа. Продолжаем? Да. У нас уже тут все происходит. Все уже, да, все происходит. Чуть-чуть добавляем подсолнечного или оливкового масла, все равно. Вот мы уже порезали цукини, порезали лук, порезали чесночок. Давай скажем, сколько тут всего? Ну, здесь три таких средненьких цукини, две луковицы и два зубчика чеснока. Мы это все... Просто вот так вот прям берем, переплатываем и все. Мы это все должны потомить, да, чтобы это не поджарилось, а потушилось. Ну вот, так, и накрываем это крышечкой. Так, что еще? Я помню, ты восхищалась нашим произведением искусства на стене. Да, такая картина интересная. И молвилось слово, что ты тоже стала заниматься живописи. Ну, я не стала. Ты давно уже? Нет, ну я как-то так год назад увлеклась этим делом серьезным. Даже одну комнату отвела строго под мастерскую, да, у меня там холсты, краски, все, кисти. Я не стала, она называется. Ну ничего себе, целую комнату под мастерскую. Ну вот. Чем рисуешь? Масляными красками? И маслом, и акрилом рисую. Сколько работ уже в твоем? Ну, где-то 30 я уже нарисовала. За год? Такая плодовитая я она. А что сподвигло? С чего все началось? А ты знаешь, вот как-то спонтанно все получилось. Художник это состояние, понимаешь? Это просто состояние души. Если у тебя есть что там, я не знаю, выложить на бумагу, на холст, да. А что ты рисуешь чаще, что у тебя закучаешь? Ну, вообще у меня такие достаточно авангардные, такие абстракционные работы. Хотя я и рисую, и природные пейзажи. Так, слушайте, ну мы не сделали еще один важный штрих, да, к нашему торту. Мы должны взбить еще один... Забыли что-то к тесту добавить. Нет, к тесту уже все, слава богу, готово. Мы должны сделать один такой маленький штрих. Это крем, которым мы покроем сверху еще этот торт. Это нам... Еще один. Да, поэтому нам понадобится вот эти вот, оставшиеся... Берегут свои рукава, давай берут на себя. Белки, да. Три белка, четыре. Четыре белка и туда полстаканчика сахара. И все это колоссально взбить. Так, соль. Мне еще нужна соль. Все-таки мы не посолили наше куриное филе. Ну, пока ты солишь, я тогда включу эту адскую машину. Да. И сейчас тут все взобью. Почти уже готово все. Мокрые, уставшие. Спотевшие. Но счастливые. Да. Нам осталось промазать коржи нашим кремом. Вот все очень просто. Мы... Таким толстеньким слоем достаточно. Первый вид крема, который у нас сегодня получился, состоящий из сметаны, грецких орехов, чернослива, сахара. И масла. И масла. Да. Вот я вот так вот размазываю, размазываю. Розовую, да. Вот у меня последний слой должен вот так очень ровненько, 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 ровненько. Это крем, который ты так тщательно взбивала. Красота. Ну вот. Красиво. Яна. Яна, я хвалю тебя. Я вознесусь. Давай цукини уже что-то с ними делите. Да. Торт готов. Давай. Так, цукини наши тоже готовы. И нам нужен блендер. Мы переместили в блендер сейчас томившиеся овощи на сковороде. Да. И включаем сейчас... Включаем и все это измельчаем, размешиваем. А ты занимаешься зеленью, которая тоже пойдет сюда же, да? Отлично, прекрасно. Теперь добавляй туда... Сливочки. ...250 грамм сливок, да. Так, пока Влада все там размешивает, нам нужно... Я уже взбила на самом деле. Молодец. Нам нужно потереть твердого сыра, но я предпочитаю пармезан. А зелень мы тоже сюда отправляем, Яна? Нет, зелень мы туда не отправляем. Зелень нам нужна как тоже финальный штрих. А вот эту всю готовую смесь мы сейчас отправляем в кастрюлю. Вот. Замечательно. И туда мы доливаем бульон. Оставь мне эту ложку. Потому что я должна смотреть консистенцию. И немножечко соли. Сейчас я попробую, как там... Да, можно еще солить. Чуть-чуть? Вот так? Да. Еще можешь, еще, еще. Еще даже. И даже можешь еще. Давай, давай. Не бойся. Ну. Да. Хорошо, хорошо. Ну, прекрасно. Зелень туда же отправляем сейчас? Нет. А, все, Яна, все хочу. Мы разливаем суп по тарелкам. Да. И тогда добавляем зелень и пармезан. А, то есть уже в блюдо. Да. Мы решили, почему бы нам не украсить наш торт красивыми летними ягодками. Вперед. Я все время забываю, что ручки-то тут не горячие. Да? Да. Чудо-кастрюля? Чудо-кастрюля. Потому что это компания Тармантина, Яна. У Тармантина все чудо. Все, что ни возьми, все чудо. Я вот так, что варежка мне не пригодилась, на самом деле. Яна приглашает тебя к столу, потому что знаешь, что гость, для которого ты сегодня готовила, уже здесь, и часа полтора влаждает вокруг. Я ближай. И наслаждается, да, запахами. Поэтому пошли его покормим. Пойдем. Дизайнеры компании Элита, как всегда, постарались. Я надеюсь, Яна, тебе нравится то, как мы накрыли стол. Цвета, посмотрите, прям под мою гулу. Я не знала. Или они знали. Настал момент, Ян, когда в эту студию должен зайти человек, знакомый тебе, для которого сегодня с нашей легкой руки ты готовила. Мне очень любопытно, откровенно говоря, кто же это может быть. Готова? Ну, 3-4 готова. Гость, заходи. В студию. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Привет. Ну, неожиданная встреча, конечно. Я серьезно, я не ожидала. Друзья мои, знакомьтесь, это мой давний друг, Алик Мелих, бизнесмен. Что еще добавить? Ну, председатель правления компании RD Electronics. Яна. Какие еще титулы у тебя есть? Давайте о главном. Давайте о главном. Царь. Просто царь. Совершенно верно. Когда мне сказали, что ты будешь готовить пищу, я хотел посмотреть на это чудо. Я знаю, что на свете их 7, а это 8. Будем надеяться, она оправдается. Все ожидания. А я уверена в этом, потому что пахнет очень вкусно. Яна, в двух словах, вот буквально в двух словах для наших телезрителей и для Александра, что вот в этой супнице у нас? В этой супнице у нас крем-суп из цукини. Вы знаете, я вам скажу честно, я знаю эту очаровательную женщину уже... Н-ное количество лет. Правильно. Вот, но первый раз я вижу ее в быту. Обычно она как бы при параде, а сейчас она такая домашняя. Вы знаете, сегодня, кстати, я обратил внимание, что женщина становится все мужественнее и мужественнее. В моем понимании женственность начинает пропадать. Поэтому приятно, когда женщина может накрыть красивый стол со вкусом. Алик, это показательное выступление. Вот мелочь. Яна, это все так и есть. Вот мелочь, видите? А приятно. А из мелочей состоит все, друзья мои. Давайте, я не могу начать, я хочу посмотреть на ваши реакции. Ну-ка. Яна. Да. Больше ничего не надо говорить, очень вкусно. Шарман. Саша, правда. Друзья мои, сейчас внимание. Да, давайте. Вы же знаете, я человек очень честный. И чувство листья мне неизвестно. Ну, не жуй, не жуй, глотай. Плохо. Спасибо. Плохо представляю себя. Как я теперь без него. Браво, это лучшая похвала, я думаю. Я по традиции не могу отпустить вас пустыми руками. Потому что отныне у тебя будет такая чудесная посуда в компании. Трамантина, которая и бульон сварит, и цукини, если надо, пережарит, как мне кажется. Пробуй готовь на здоровье. Спасибо. Александр. И вам не подкачать. Тренируйтесь на здоровье. Извините, что оторвала. Я понимаю, что суп вкусен. Но это тоже хорошая вещь. Спасибо. Яночка, тебе, ты сегодня натрудилась, Александр будет готовиться, а тебе небольшой, но очень приятный презент от нашей программы. И не только от нашей программы, от наших больших-больших-больших друзей. Ресторана Китчен. Здесь есть подарочная карта на специальное предложение от шеф-повара этого ресторана. Ресторан находится на Москва с 12. Это в спикерах. Я думаю, что ты знаешь, где это есть, где это находится. Спасибо. Чудесное, шикарно изысканное место. Я думаю, ты проведешь там несколько приятных минут. Может быть, вот Александра на автопати, так сказать. Еще одна бомба, как говорит Александр. На сей раз бомба сладкая. Бомба замедленного действия для фигуры. Да, калорий много. Но ведь есть тренажерный зал. Да, да. Поэтому будем бороться с калориями. Ну что? Да, давай. Очень хочу. Вперед, да? Давай, разрезай. Хорошо. Вы сладкоежка, Александр? Я сладкоежка. Тогда я верю в успех нашего сегодняшнего предприятия. Вы знаете, а все добрые люди сладкоежки. Вот скромно, да? Потрясающе. Вот скромно. Саша, как вы познакомились с Яной? С Яной я познакомился на гастролях в Москве. Она пела в колонном зале Дома Союзов. А я жил в гостинице «Национальный». Один мой знакомый сказал, певица из Латвии, как раз сейчас там напротив, как раз выступает. И так мы пришли за кулисы, я так познакомился с Яной. Как бы все просто. Да, Яночка? Разумеется. Вы знаете, как бы у меня с этим человеком очень теплые отношения. И это не значит, что мы должны созваниваться там каждую неделю. Но когда мы встречаемся... И как будто мы вчера вот видели. Да, встреча всегда очень теплая. Она не меняется. Она реально, посмотрите на нее. Не меняется. Бомба. Очень вкусная. Вот и еще одна бомба. Да. Это очень вкусно, правда. Вспомним рецепт. Испекались в духовке три коржа. Потом мы их промазали кремом, где ингредиенты чернослив, грецкий орех, сметана, масло, сахар. Сверху мы все это снабдили взбитым яйцом, белком с сахаром. Все равно главным образом все дифферамбы сегодня тебе, потому что ты сделала нам этот праздник. Друзья, ровно через неделю включаем свои телевизоры, настраиваем их на телеканал 3+. И наслаждаемся новым свежим выпуском программы «Утро со вкусом». Я обещаю вам, что мы вас в очередной раз не подкачаем. Будет очень-очень вкусно. До встречи посредством интернет-версии на www.tv3play.lv или портала «Открыто.LV». Ну и, конечно же, в журнале «Стелла». До свидания. Продолжение следует...